Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Насобиралось несколько крышек от пластиковых ведерок. Я подумала, что же можно из них сделать. Это может быть прекрасная основа для картины или панно. Но я решила сегодня сделать часы. Нужна будет крышка, любая. Возьму белую крышку, чтобы мне ее не грунтовать. Заранее паяльником я сделала отверстие для часового механизма. Картинки можно взять абсолютно любые. Салфетки, распечатки, календари, вырезки из журналов, даже фотографии. Любой часовой механизм. Два дня назад пришли мне вот эти механизмы. Я их заказывала на Алиэкспресс. Ссылку на продавца я дам, потому что очень хорошо все упаковано. Чтобы хорошее было сцепление, совсем мелкой наждачкой я немножечко поцарапаю поверхность. Друзья, обезжириваем любым спиртсодержащим веществом или жидкостью для снятия лака. Я замерила размер, распечатала и теперь вырезаю картинку. Картинку приклеиваем на любой клей ПВА. Просушиваем акриловый лак. Кому не нравится белая окантовка, здесь тоже можно закрасить. Вот, например, возьму я зеленую и черную краску. Покрываю еще несколько раз акриловым лаком. Чтобы часы не были совсем скучными, добавим немножко объемных элементов. Беру шпатлевку универсальную. Добавляю немного крупы манной и совсем немножко белой акриловой краски. Получилась паста немножко зернистая. Добавлю еще перламутровую краску, чтобы больше напоминала такой искристый снежок. Можно было белую не ложить, а только перламутровой добавить. По крышам домов тонким слоем раскладываю пасту. Там, где у меня будет вставляться часовой механизм, близко я туда не подхожу. Вот, если вам видно объем. Сейчас я это все должна просушить. Друзья, у кого мягковатая крышка, на обратной стороне можно всю работу усилить картоном. А заодно мы сейчас делаем сюда петельку. Приклеивать буду на полимерный клей. Покрываю все акриловым лаком. Друзья, в такой работе очень даже уместно применить блестки. Я беру акриловый лак и насыпаю в него блестки. По крышам. Может быть работа более такая становится праздничная, новогодняя. Получилось очень даже красиво. Все переливается, блестит. Сделки можно обрезать, можно перекрашивать. Достаю свой шаблон. Сделала его уже давно. Постоянно им пользуюсь. Просто маркером отмечу здесь. И не буду я здесь никаких цифр писать. И так все понятно. Одеваем все стрелки ровно на 12 часов. Выпрямляем их, чтобы одна за другую не цепляла. А потом уже колесиком сзади выставляем время. И пошли часы. Друзья, получился вот такой очень быстрый, легкий вариант. Особенно для тех, кто никогда еще не делал в своей жизни часы. Попробуйте, у вас все получится. А самое главное, что не надо искать заготовку для этих часов. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Приятных вам творческих праздников. До новых встреч!